Друзья, здравствуйте! Снова снимаю видео про цветение. Месяца два не снимала, потому что было просто некогда. А тут у меня уже насобиралась такая коллекция красивая на столе. Ну, начнем, наверное, справа налево. Здесь у меня расцвела первый раз. Первое цветение всегда волнующее, прекрасное. Друзья, цветет котлея Леопольди. Котлея Леопольди родственница Гутаты, но особенность ее, что она не растет сильно большой. Гутата там полтора метра вырастает, а вот эта дама очень компактная. Цветок потрясающий. Вот очень я люблю двулистные котлеи с пластиковыми цветками. Тут они хочут фокусироваться, сколько надо сделать. Красавец цветок. Вот эта неоновая губа. И вот она на видео даже кажется рыжим. Ну, вот она коричнево-рыжая больше. Очень ароматная, очень красивая. Ждала я ее. Она у меня от Италии. Ну, росла первый рост, второй рост. И вот в этом году она процвела чехол, и в нем сразу заждается цветонос. Ну, пока я здесь, это у меня грамматофилм. Я решила заснять цветонос. Грамматофилм будет не зеленый, а он будет коричневый. Цветочки даже по бутончикам видно. Вот они на просвет уже становятся коричневатыми. Цветков будет очень много, море. Это будет снято отдельное видео. Дальше здесь у меня энциклия. Энциклия. Попробую сейчас заснять бирочку. Амбигуа. Да. Амбигуа. Так, что по цветку? Она у меня цветет с двух цветоносов. Цветет первый раз. Чем отличается эта энциклия? У нее очень фактурная губа. Вот она берет ее, да. Вот очень красивая губа у нее. Вообще энцикли... Мне очень интересно. Они сами по себе небольшие. Цветут долго, ароматные. Хорошее растение для коллекции. Так, дальше. Дальше у меня пурпурата. Это типовая пурпурата. Потому что стриата у меня уже отсвела. Я не успела ее заснять. Только на фотографиях. Ну, лошадь здоровая. Это такая покомпактнее. Вот, обожаю пурпураты. Потому что они... Во-первых, они хорошо растут, хорошо цветут. Ароматные. И вот никогда не пропускают цветение. Цветут строго по сезону. Так, дальше. Дальше у меня здесь дуриган. Дуриган джемини. Он у меня красноватый распускается. Вернее, он распустился более зеленый, как на фотографиях. А когда он набирает цвет, дня три проходит, он становится более красноватым. Тоже очень красивый, такой кругловато цветок. Губа поднята, как у дуригана аквариуса. Так, вот кустик мой. Здесь у меня цветет целогина. Целогина ксирексис. Вот сколько я не фотографирую ее, это просто нереально ее сфотографировать. Целогина очень красивая. Она вот имеет вот такую вот губу, коричневую. Не знаю, получится ли у меня прожилки снять. Ну, вроде бы что-то получается. Она такого лососевого цвета. Два бутончика. Она у меня от швертера. И вообще, который красноватый, имеет розоватый цветок. Их истерексисов бывает более светлые, более розовые. Розовая особенность, это такой красноватый лист отлив. Он все-таки зеленый, но имеет вот такой красноватый отлив. Я ее покупала в швертере, еще подростком. Вот. Дальше что у меня там? Пурпурата семиальба. Очень красивая пурпурата. Просто потрясающе. Вот этот белоснежный у нее лепестки, даже никак. Вот прям вот, может потому, что еще широкие. Губа темная, прокрашенная полностью. Вот она такая дама. Крупная, крупнее обычной типовой. Очень красивая. Сколько она у меня цветет, мне очень нравится. Откуда, я не помню. Когда-то покупала в Тюмени. Еще по самому началу. Откуда она у них была, по-моему, из Германии. Ну, в общем, вот такая вот красавица. Дальше у меня здесь цветет. В этом году она хоть зацвела. Потому что в прошлом году я споел трипс бутоны. Это котлея, сейчас я Вирочку возьму. Вот она. Мемория Хеллен Браун Грин Эппл. А зеленое яблочко. Вот. Что по этой котлее? Цветок кругловатый, плотный, большой. И вот губа такие, с такими переливами. Вот. Она раньше продавалась в Мике. По-моему, сейчас ее уже нет. Вообще, вот многих цветов, сколько я замечаю, пропадают. Пропадают не в плане, что пропадают как растение, а просто пропадают из продаж. Продали партии, и все. Потом их не найдешь. По-моему, она еще даже в Сузуки есть, вот эта котлея. Но у него немножко с другой припиской. Не зеленое яблоко, а по-другому. Я когда-то решила себе ее оставить, потому что мне понравился размер. Гостиня, думаю, ну и цветок будет крупный. Цветок вообще. Сказка. И такой вот зеленоватый отлив. Так, ну и закончим, наверное. На чем мы закончим? Мы закончим на котлее Кенистиане. Зацвела красавица. Кенистиан это гибрид Людоманиана Семиальбы на Давиану. Что по цветку? Ну, как обычно, Давиановое дитя, очень красивое. Я видела какого-то фото, как переливается губа. Ну и у меня такого не получилось. Губа немножко заворачивается. Красивый, четкий цветок. Чем-то мне очень похоже на Семиальбовую Хардиану. Ну, очень похоже. Здесь просто у Хардианы более желтые. Как вот эти щечки. Здесь оно немножко переливами уходит. Цветок крупный, немелкий. Растения. Растения, ну как и все Давиановые, они немножко вредноватые. У меня она, что стала делать? Она, вот это бывает на туберах, появляется как темные пятна от перепада температур. И мне пришлось вырезать до пеньков. Замазала. Ну, дальше пошла, у меня, по-моему, оставался даже один рост. И вот один рост вырос, другой рост вырос. И вот выдала мне два цветочка. Тоже зацвела сразу же. Чехол. И в чехле начала зарождаться жизнь. Красавица. Да, кстати, очень похоже на магию Рафаэля. Но магия Рафаэля, это тоже Семи Альба. Мне как губа покруглее. А здесь губка более вытянутая. Ароматная пахнет. Вот так вот. Венец видео. Котлея Кенистиана. Я тоже где-то нашла фото. Она на столе стоит. И среди них Кенистиана. Вот один в один цветение моё. Ну, вот такой вот обзорчик по цветущим. А, ну да. Ещё ж тут хотела показать. Распустился котлея Харальд Альба. Но она немножко некрасивая. То есть цветок, ну, неполноценный. Вот есть как бы дефект на губе. Я не думаю, что это вирус. Поэтому я буду ждать второе цветение у вируса. Это в основном проявляется по цветку. Сразу пятна, всё остальное. Здесь деформация цветка. Поэтому это ещё ни о чём не говорит. Подождём второе цветение. Там вот чехол есть. Что оно мне покажет? Ну, вижу, что это Харальд Альба, даже без сомнений. Подождём второе цветение. Растение мощное. Ничего страшного.